Первые успехи на крупных всероссийских конкурсах, шутки с ненецким колоритом на лучших нетелевизионных лигах, клубах веселых и находчивых, чайка в руках представительницы Ненецкого округа и лучшая молодая семья России. Эти победы принес 2016 год молодому поколению Ненецкого округа. Об этом сегодня говорили на межведомственной комиссии по делам молодежи. В департаменте образования отмечают, что 2016 год стал успешным в жизни окружной молодежи. Он принес в копилку региона новые победы и достижения. Впервые в прошлом году представитель нашего региона стал победителем конкурса Всероссийского доброволец России. С учетом того, что там всегда более 4-5 тысяч участников, это очень большая заслуга. Это первое. Второе. Представительница нашего региона стала финалистом Всероссийского конкурса «Мисс Молодежь». Из 5 тысяч человек, девушек, там было 5 тысяч 6 человек, прошло финал только 33. То есть это тоже очень большая заслуга. Представительница нашего региона, можно уже отметить, что основные заслуги у прекрасной половины нашего человечества, заняла третье место в конкурсе «Чайка». Это конкурс социально активных девушек имени Валентины Терешковой. Также впервые в 2016 году представитель волонтерских организаций Ненецкого округа стал лауреатом премии президента России по поддержке талантливой молодежи в номинации «Социально значимая и общественная деятельность». И это только часть личных побед. Есть еще и коллективные. В 2016 году был получен президентский грант НКО «Белый лис» в размере 2,5 миллионов рублей на реализацию проекта «Ты предприниматель». Порадовала новыми победами и команда сборная НАО по КВН. Шутки с ненецким колоритом оценили на международном фестивале «Кевин-2016». В итоге бронза и право выступать в Центральной Слобожанской лиге. Также в минувшем году активизировалась работа с молодежью в сельских поселениях. Например, в Великовисочном ребята создали молодежную и коммерческую организацию, получили грант, обустроили тренажерный зал в себе. Все полностью за счет средней силы, включено через два гранта. Также в прошлом году в качестве эксперимента были организованы военно-учебные сборы, где выезжали сотрудники Центра и с привлечением членов военно-правлических кубов. Было существовало два выезда, 110 человек приняло участие. Большое внимание уделяется и спортивному направлению. С 2015 года в округе активно внедряется программа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». И если в 2015 году в неделе ГТО приняли участие 100 человек, то в 2016 году уже 451. Не остались без внимания в прошлом году и молодые семьи. Появилось много новых мероприятий и форм работы, а многодетная семья Вокуевых стала победителем Всероссийского конкурса «Молодая семья». Также молодежь Неницкого округа принимает участие в выездных образовательных форумах. Всего за лето 2016 участниками престижных региональных, всероссийских и международных молодежных форумов, таких как «Ладога», «Балтийский артек», «Территория смыслов», «Таврида» и «Команда-29» стали более 30 представителей молодежного актива Неницкого округа. Потенциал у молодых жителей региона огромный, поэтому участию во всероссийских конкурсах и фестивалях пристальное внимание будет уделено и в следующем году.